Русский поэт Михаил Лермонтов прожил короткую, но очень насыщенную жизнь. В 26 лет он был убит на дуэли, успев оставить после себя немало замечательных произведений. Он прекрасно рисовал, был настоящим полиглотом, отличался от своих сверстников невероятной остротой и глубиной ума. Однако современники утверждали, что это был человек-разрушитель, имевший несносный конфликтный характер. Несмотря на особенности своего характера, он был гениальным поэтом и прозаиком, гордостью России, и можно только глубоко сожалеть о его короткой жизни, которая могла бы быть совсем другой, наполненной любовью и яркими красками. Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 15 октября 1814 года. По материнской линии его род был очень знатным и богатым. Бабушка будущего поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева, которая пришлось воспитывать мальчика с раннего детства, принадлежала к известному роду дворян Столыпиных. Михаил Лермонтов и министр Петр Столыпин были троюродными братьями. Мать Михаила умерла очень рано, когда мальчику еще не было трех лет, и заботу, и воспитание полностью взяла на себя бабушка будущего поэта. Внука она очень любила и не скупилась на обучение его разным языкам, при этом была властной и достаточно строгой. Отстранила от участия в жизни юного Михаила его отца. С раннего детства Лермонтов жил в семейном имении Арсеньевых, Тарханы, там же обучался и уже в детские годы свободно владел французским и немецким языками. Любовь к Кавказу также привела ему именно бабушка, с которой он часто бывал там в детстве. С четвертого класса Михаил Лермонтов учился в московском университетском благородном пансионе, где работали талантливые преподаватели. За два года в пансионе он широко интересовался английской литературой. К окончании своего обучения говорил уже на четырех языках, играл на нескольких музыкальных инструментах, увлекался живописью и пробовал себя в рукоделии. К началу обучения в пансионе относится и первое опубликованное стихотворение поэта «Индианка». В 1830 году Лермонтов продолжил обучение уже в Московском университете. В этот период он интересовался не только русской словесностью, языками и литературой, но и все больше тяготел к светскому обществу. Посещал московские салоны и маскарады. Весной 1832 года он оставил обучение в университете, но хранил память об этом учебном заведении как о святом месте. Поэт намеревался продолжить обучение в университете, переехав в Петербург, но вынужден был испрать военную карьеру и поступить в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой времени на словесности поэзию почти не оставалось. В северной столице Лермонтов стал душой компании. Он кутил вместе со своими сверстниками, сводил с ума великосветских прелестниц. Остроумный и начитанный молодой человек пользовался большим успехом, но его сарказм часто казался товарищем излишним. Приятели поэта восхищаются его литературными трудами, но Лермонтов не торопится их печатать. В 1835 году его повесть Хаджи Амрек появилась в печати, но это сделал не сам литератор, а его товарищ, который без согласия Михаила Юрьевича отнес произведение в издательство. Читатели, критики очень тепло принимают и его стихотворения, и поэмы. Стихотворение «Парус» впервые напечатано в отечественных записках Лермонтов написал, когда ему было только 18 лет. Это прекрасное короткое стихотворение ясно показывает, в какой жизни стремится сам поэт. В стихотворениях «Кинжал», «Дума», «Поэт» юный литератор провозглашает идеалы гражданской поэзии. В Бородино и Родине читатели увидели русского человека, здесь ясно очерчен народный характер. Большой резонанс в обществе вызвала песня про царя Ивана Васильевича. Обращение к русской истории, блинный размер, яркие герои, читателям просто не верилось, что эту поэму написал такой юный человек. А настоящая слава настигла Лермонтова спустя два года, когда впечатленный гибелью Александра Пушкина, он написал знаменитое обличительное стихотворение «Смерть поэта». Стихотворение разошлось по стране во множестве списков, показало социально-политическую позицию Лермонтова и стала причиной его ссылки на Кавказ, а также имела огромный культурный резонанс, вызвав поэтические ответы других авторов. Пребывание на Кавказе вдохновило Лермонтова на создание новых произведений. Он пишет «Демона» и «Мцири». В ссылке поэт тоже не терял времени даром. Он привез новые произведения, их печатают в отечественных записках. Он находится на пике популярности, общается с близкими друзьями Пушкина. Его поведение в обществе не изменилось, он все так же дерзок и саркастичен. В 1840 году Лермонтов поссорился с сыном французского посла де Баранта. Словесная перепалка завершилась дуэлью. После поединка поэта высылают на Кавказ. Он попадает на передовую, храпро сражается с противниками, но по распоряжению императора не получает награды. За два месяца до гибели поэт написал чудесное стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Многие современники считают, что он предчувствовал свою смерть в этом стихотворении. Лермонтов прямо говорил о своем разочаровании и нежелании жить. Когда поэт учился в школе прапорщиков, он находил время для работы над романом «Вадим». В этом произведении Лермонтов обращается к историческим событиям, к восстанию Пугачева. Но главным прозаическим произведением Лермонтова считается роман «Герой нашего времени». Натура Печорина глубокая и противоречивая, совсем как у его автора, умеющего глубоко чувствовать, тонко понимать людей и события, и больно ранить тех, кого он считал своими врагами. Зимой 1841 года Лермонтов отправился в Петербург. Он был в отпуске и хотел подать прошение об отставки, но бабушка отговорила внука от этого шага. Лермонтов вернулся на Кавказ и в июле того же года был убит на дуэли. Его противника, отставного майора Николая Мартынова, современники не осуждали за убийство поэта. Лермонтов долгое время изводил Мартынова своим сарказмом, и такая развязка стала логическим завершением бесконечного противостояния этих людей.